Всем привет! Сегодня у нас снова грамматика, а именно упражнения на отработку вопросительных предложений, которые начинаются со слова «кто?». Подобные упражнения у меня на канале уже было, но там мы строили предложения подобного рода, которые стоят в настоящем времени. Теперь то же самое, но только в прошедшем. Напомню, что вопросительные предложения, которые начинаются со слова «кто?», образуются по принципу прямого порядка слов, то есть как будто предложение утвердительное, повествовательное, то есть когда в конце предложения стоит точка. Вспомним, что вопросительные и отрицательные предложения в английском языке требуют вспомогательных глаголов. Но вот вопросительные предложения, которые начинаются со слова «кто?», то есть это своего рода исключение. То есть здесь у нас после вопросительного слова «кто?» никаких вспомогательных глаголов не требуется. То есть строим предложение вопросительное, как будто бы это предложение с точкой. Давайте перейдем к практике. Итак, первое предложение. Кто ходил вчера в кино? Значит, предложение, как я уже сказала, стоит в прошедшем времени. Прошедшее время – это у нас… То есть как образовать из инфинитива, изначальной формы глагола, форму прошедшего времени. У правильных глаголов это окончание «иди», у неправильных глаголов это вторая форма глагола. Конечно же, формы неправильных глаголов лучше знать наизусть. Но если вы пока еще только в процессе их изучения, либо еще вообще не приступали, то, конечно, можно на первых порах открыть любую таблицу неправильных глаголов, то есть в любом пособии, и смотреть формы глагола там. Итак, значит, вторая форма глагола у неправильных глаголов, у правильных – окончание «иди». Строим по принципу прямого порядка слов. Значит, ходить – это глагол «го». Первая форма «го». Этот глагол является неправильным. Вторая форма у него «went». Значит, кто ходил – who went. И, так сказать, это глагол переходящий, да, то есть сначала мы говорим «ходить куда», а потом уже обстоятельства времени. То есть в русском языке порядок слов может варьироваться, меняться. В английском достаточно фиксированный порядок слов. Теперь «куда». Предлог направления, да, не забываем, что когда куда-то, предлог направления – это to. В кино – это cinema. В кино, то есть куда. To the cinema. Who went to the cinema yesterday? Вчера. Yesterday. Who went to the cinema yesterday? Yesterday. Второе предложение. Кто построил этот дом? Глагол «строить» тоже относится к неправильным. Build – строить. Вторая форма у него «built», то есть в конце глухой звук. Build – инфинитив. Первая форма. Build – построил. Прошедшее время. Внимательно. То есть эти звуки играют роль, потому что по конечному звуку, звонкому или глухому, будет понятно. Вы имеете в виду настоящее время или прошедшее. Поэтому обращаем внимание на звуки. Итак. Who built? Кто построил? Вспомним указательное местоимение «этот». This – дом – house. Who built this house? То есть никаких вспомогательных глаголов. Who built this house? Предложение номер три. Кто упал на прошлой неделе? Падать – это тоже неправильный глагол. Fall – падать. Вторая форма, то есть прошедшее время. Fell – которая нам и нужна. Кто упал, значит, будет звучать как Who fell? Кто упал? На прошлой неделе – это у нас своего рода устойчивое выражение, то есть где не требуется предлог. То есть в русском у нас есть предлог – на прошлой неделе. В английском языке это равно, то есть будет звучать просто как Last week. Неделя – это week, last – это последний или прошлый. Вот без всяких предлогов. Last week – на прошлой неделе. То же самое, кстати, относится и в прошлом месяце, и в прошлом году. Last month, last year. Значит, кто упал на прошлой неделе? Что у нас получилось в общем? Who fell last week? Переходим к четвёртому вопросу. Кто любил петь по вечера? Глагол «любить», «нравиться» – это у нас «like». Он является правильным, то есть к нему мы просто прибавляем окончание и «ди» – окончание простого прошедшего времени. Значит, «кто любил» будет звучать как Who liked? Кто любил? Кому нравилось? Петь – это у нас глагол sing. Кстати, здесь у нас начальная форма, глагола, инфинитив. Не забываем частицу to. Кто любил? Что делать? Что делать? Что сделать? Это равно в английском языке частицы to. To sing. Слово «вечер» – это evening. Evening. Вечером – in the evening. Устойчивое, так же, как утром. In the morning. Но здесь у нас прям по вечерам. То есть это случалось, да, может быть, каждый вечер, может быть, регулярно по вечерам. Поэтому, то есть их много, да, этих вечеров. Значит, не просто in the evening, а in the evenings. То есть прибавляем окончание «с» – окончание множественного числа. Итак, соединим теперь полностью, что получилось. Who liked to sing in the evenings? Who liked to sing in the evenings? Следующее предложение. Кто видел его вчера? Глагол «видеть» – это see. Он является неправильным. Вторая его форма – saw. Значит, кто видел? Who saw? Who saw его? Его – это him. Кого? Его – him. Вчера – yesterday. Соединяем. Who saw him yesterday? То есть, опять-таки, да, видите, никаких вспомогательных глаголов в вопросительных предложениях, которые начинаются со слова «кто». Who saw him yesterday? Давайте переведем еще один вопрос. Кто знал ответ? Глагол «знать» – know. Он является тоже неправильным. Вторая форма, которая нам нужна для простого прошедшего времени. New – значит, кто знал? Who knew? Who knew? Кто знал? Ответ. В данном случае имейте в виду какой-то конкретный ответ. То есть, все ответы на все вопросы жизни, конечно же, знать невозможно. Поэтому по контексту. Какой-то конкретный ответ на конкретный вопрос. Поэтому не забываем про определенный артикль «the». Слово «ответ» – это answer. Значит, здесь у нас the answer – конкретный ответ. Who knew the answer? Кто знал ответ? Who knew the answer? Who knew the answer? Следующее предложение. Кто отправил ей письмо? Отправлять, посылать – это глагол send. В прошедшем времени, так как он является неправильным, вторая форма у него – send. Опять-таки, в инфинитиве звонкий звук в конце – send. Вторая форма глухой звук – send. Это важно. Who sent? Кто отправил? Кто послал? Who sent? Who sent? Дальше ей – her. Потому что to send somebody – отправить кому-то. Who sent her a letter? Слово «письмо» – letter. Здесь речь не о конкретном письме, то есть мы в первый раз о нем говорим, да? Кто отправил ей какое-то письмо? Who sent her a letter? Кто слушал музыку в среду? Глагол «слушать» является правильным глаголом, значит, вторая форма, то есть прошедшее время у него будет просто образовываться при помощи окончания – ed. Значит, «слушать» – listen, «слушал» – listened. Who listened? Кто слушал? Но после глагола listen всегда обязателен предлог to. Неважно, слушать кого-то или что-то. Например, «послушай меня» будет звучать не как listen me, а listen to me. Значит, и слушать музыку тоже будет не просто listen music, а listen to music. Запомните, что глагол listen всегда используется с предлогом to. Если дальше идет какое-то слово, слушать кого-то или что-то, потому что можно просто сказать «послушай», «прислушайся», просто listen, тогда, конечно же, предлог не нужен. Значит, «кто слушал музыку» – получается в переводе who listened to music. И теперь нужно перевести в среду. Среда – это у нас Wednesday. Вспомним, да, что дни недели всегда пишутся, как и месяцы в английском языке, с большой буквы. Wednesday, а вот в среду – предлог on. Всегда с днями недели, в какой-то день недели – это предлог on. On Wednesday. Значит, соединим, что получилось. Кто слушал музыку в среду? Предпоследний вопрос на перевод. Кто ходил с ними в цирк? Итак, «ходить», опять-таки, как в первом предложении, как в первом вопросе, да, это «go», глагол неправильный. И вторая форма – went, значит, who went, кто ходил. Теперь «куда» там в первом вопросе у нас было «в кино», опять предлог направления, то есть когда вы только направляетесь туда, а не «где», да, to, всегда направление – это to. Цирк – это circus, circus, значит, в цирк – to the circus, вот в кино, в кинотеатр – это to the cinema, в кино – это to the circus. Значит, who went to the circus, и теперь с ними, with them, а им или с ними – это them, их, да, им, их, them, значит, с ними, with them. Ещё раз целиком. Who went to the circus with them? Ну и последнее предложение. Кто рано встал в понедельник? Глагол «вставать», он является фразовым глаголом, да, phrasal verb, то есть когда глагол, собственно, само слово плюс наречие или предлог. То есть это будет get up, вставать. Get – это глагол тоже неправильный, из таблицы неправильных глаголов. Прошедшее время got, значит, встал, got up, то есть up так и остаётся, get меняем на got. Значит, кто встал, получается who got up. Но у нас ещё есть наречие рано. В английском языке и прилагательное ранний, и наречие рано звучит одинаково. Early – ранний или рано. Who got up early? То есть в русском языке я могу наречие поставить до глагола или после глагола. Я могу сказать рано встал, а могу сказать встал рано, в принципе, от переменами слагаемых, как говорится, да. В английском языке мы сначала, как правило, говорим действие, то есть got up в данном случае, да, встал, а потом уже как встал, рано, ну или когда. Got up early – то есть наречие после действия. Значит, who got up early? Вот это у нас равно кто рано встал. И нам ещё нужно перевести в понедельник. Вспоминаем, да, что с днями недели, вот как выше было в вопросе, предлог on. Понедельник – это monday, значит, в понедельник – on monday. Давайте объединим, что получилось у нас в общем. Who got up early on monday? Ну и в конце данного упражнения, как обычно, все предложения, в данном случае все вопросительные предложения, только по-английски, без чтения по-русски, все подряд. Начинаем. Who went to the cinema yesterday? Who built this house? Who fell last week? Who liked to sing in the evenings? Who saw him yesterday? Who knew the answer? Who sent her a letter? Who listened to music on Wednesday? Who went to the circus with them? Who got up early on monday?